Федерация бокса Нижегородской области работает. Те люди, которые спровоцировали конфликт, который произошел на исполкоме Федерации бокса, хочу сказать, что этих людей мы знаем. Это бывший президент Федерации бокса Андрей Анатольевич Рыбин, который на самом деле в 90-е ничего не смог здесь себя реализовать. В Нижнем Новгороде вы сами видите, какие открытые спортивные залы, никаких детских спортивных школ нету, это первое. Второе, это Гришин, который под его дудку плясал. Сейчас не будем ничего говорить, потому что Гришин, который написал заявление, дело уголовно прекращено, ввиду с примирением сторон. То есть сейчас ничего не было. Но эта провокация вынесена из избы Федерации бокса. Тем не менее люди попытались спровоцировать конфликт, чтобы скинуть вот такой ситуации президента Федерации бокса Гоголева, который на сегодняшний день что-то проводит, мероприятия какие-то спортивные, проводит, стимулирует ребят, боксеров, да, чем можно, помогаем Федерации общественные, всех бизнесменов, которые любят этот спорт, олимпийский бокс. Мы никого не отбрасываем, наоборот, хотим, чтобы эти люди приходили, помогали Федерации бокса. Но от себя Федерации бокса, с чем мы можем, поможем. Что, сами понимаете, это общественная организация, те, кто люди помогают, общественной Федерации бокса, несут большой вклад в развитие олимпийского вида спорта бокса. Что, что хочется сказать, как я, как депутат, сегодня являюсь в районе у себя, в Горельском районе. Мне, конечно, обидно, что в этом районе есть 4 олимпийских чемпиона, да, 4 олимпийца. Бушуев, тяжелоатлетика, Ирина Белова, олимпийский чемпион по художественной гимнастике, Валерий Лихачев, олимпийский чемпион по велоспорту, призер олимпийских игр Алексей Иванович Кузнецов. Я эти имена знаю наизусть, потому что они в моем районе. Плюс еще чемпионы мира. Ольга Дамуланджанова, чемпионка мира Европы по боксу, Андрей Гоголев, чемпион мира по боксу, Наталья Печушкина, чемпионка мира Европы, Ольга Распопина, чемпионка Европы художественной гимнастике. Эти все люди прославляли наш городецкий район. И самое, что обидное, что обидное, потому что я сейчас сегодня депутатом являюсь, да, Хочется вообще сегодня развивать не спорт, Ходят только бумажки и перекладывают из кабинета в кабинет. Если сегодня задать вопрос, почему сегодня на протяжении столько лет, Вот мне сегодня 40 лет, нет ни одного спортивного комплекса, Спортивного, который был бы включен в реестр Минспорта, И была бы лицензия на проведение хороших государственных спортивных праздников в районе. Этого нет. Почему сегодня государство не будет вливать деньги? Потому что сегодня у нас нет лицензии. Простой. Мы не в реестре Минспорта. Вот и все. Об этом, конечно, надо задуматься. У нас из поклон веков город-городец, это старинный город, Но у нас есть такие имена, 4 олимпийских чемпиона, 3 чемпиона мира, И у нас нет ни одного нормального спортивного физкультурного комплекса. А надо задуматься, нужна ли нам сегодня такая власть. Правильно они ведут путь. Правильно. Сегодня президент Путин говорит о нормальном здоровье, о здоровлении нации. Сегодня говорит, вы видите, какие праздники олимпийские провел Владимир Владимирович Путин. Первое, это олимпийские игры. Второе, это универсиада. 18-й год, это чемпионат мира. И что делает у нас сегодня межная власть? Вот что она делает? Вот чем она может похвастаться? Создание какой-то спортивной команды? Нет. Мероприятия, спортивное проведение, какого-то праздника спортивного? Нет. Финансирования вообще нету. Сегодня все лежит на багаже инвесторов, И которых ты должен сам еще найти. И каждый сегодня инвестор, к сожалению, будет помогать. Той же федерации бокса, хоккею, велоспорту и другим олимпийским видом спорта. Художеств гимнастики даже, да, где есть у нас олимпийская чемпионка Ирина Белова. Вот. Поэтому у нас сегодня строится физкультурно-оздоровительный комплекс. По программе губернатора. И я хочу, чтобы эти деньги, которые выделились, их не разворовали, А на самом деле купили хороший ковер для проведения хорошего мероприятия. Это я говорю вам, главе администрации Виталий Васильевича Труфанова, И вам, Александр Сергеевич Жиряков. Потому что в 90-е годы показали, что вы сделали, что вы оставили про себя. Я не являюсь оппозиционером. Я просто имею право высказать, как являюсь сегодня депутатом Земского собрания. Если вы меня услышите, это хорошо. Если вы меня не услышите, ну что, тоже хорошо, но тем не менее, я должен это сделать. Потому что, когда я не стану депутатом Земского собрания Градского района, Меня жители спросят района, а что ты Андрей сделал-то? Хотя бы просто слово сказал им на Земском собрании. Вот так и вот так. Поэтому я сегодня, как депутат от народа, говорю, Виталий Васильевич, давай реально задумайся. После своего ухода, когда вы рано или поздно все равно уйдете, Вы должны будете оставить после себя след. А что вы оставили? Пивзавод, который сегодня не работает. Спортивных турников нет в городе. Вот давайте об этом говорить. О спорте, о здоровой нации. Сегодня президент за, но на местах власть против. Говорит, что денег нет. Но мне просто обидно то, что сегодня в стране, в великой стране России, Где продается полтора миллиарда тонн нефти в год, да? Где валовый продукт в стране и цена на углеводороды выросла в десятки сотен раз. Не можем элементарного, просто не можем элементарно построить в городе теннисный корт, Которого изначально никогда и не было в городе, городце. Вот как так может быть? Давайте все-таки задумаемся, Виталий Алексеевич. И вы, Александр Сергеевич Жиряков, и вместе с вами, и с губернатором придем к нему на прием И порешаем этот вопрос, что у нас сегодня не хватает в городе. Большое спасибо. С уважением был депутат Земского собрания Городецкого района, Президент Федерации бокса, заслуженный мастер спорта, Атлический физической культуры, Гогольф Андрей Николаевич. Большое спасибо. Спасибо.